Друзья, всем привет и добро пожаловать во вторую часть моего мастер-класса в режиме самоизоляции. Как и ранее, я говорил, что все это дело вообще я изначально планировал транслировать в Zoom. Я хотел сделать трансляцию для моих студентов, чтобы они дома не скучали. Когда я посмотрел, как это все дело выходит, мне очень сильно не понравилось, потому что я изначально потом планировал вот эту трансляцию как запись загрузить в YouTube. Я на это дело все посмотрел, мне еще раз говорю, не понравилось. Здесь постоянно все лагает, постоянно то программа выкинет, то еще что. В общем, я от этого дела отказался и решил записывать это так. Сейчас я записываю на Osmo Pocket. Это меня сейчас в данном случае спасает. В чем спасает? Во-первых, обратите внимание, я вот двигаюсь и, соответственно, она меня держит постоянно как минимум в фокусе, и это удобно. И я опять-таки заложник теперь своего экрана на сотовом телефоне, потому что я это все дело подключил. И я все время наблюдаю за тем, чтобы она меня не потеряла. Сегодня мы будем снимать дальше бутылочку. Сейчас мы к ней вернемся. Хочу сказать то, что когда я монтировал первую часть, я только там заметил, что у меня появился оттенок в кадре, когда я фотографировал. Я не знаю, почему я сразу это не заметил, хоть я на это очень капризный. Ну, пропустил. Но в итоге я провел расследование, и к чему я пришел. Вообще, сами по себе вспышки эти, это абсолютно новые. Я их купил для того, чтобы записывать полноценные уроки, мастер-классы для платных. Ну, я имею в виду платные свои мастер-классы. Я изначально для этого их и купил. И что я обнаружил, что я понял. Само по себе на вспышке, минимальная мощность вспышки это 1,128. На синхронизаторе минимальная мощность это 1,256. И когда я начал подряд снимать, 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 я вижу, что у меня появляется вот этот вот оттенок. И саян, или саян, или как его произнести. Он постоянно в одном кадре есть, в одном нету. И, блин, я так расстроился, когда это все дело увидел. Но, на что я обратил внимание. Когда я начал увеличивать мощность, оттенок пропал. Уже на мощности 1,128. То есть на 1,128 его практически нет. Он есть, но не так выделяется, как на 1,256. Уже на 1,64 его практически нет. На 1,32 тоже там ничего этого нет. Конечно, это, можно сказать, такой камень в огород кудоксу. И, конечно, это обидно. Но, с другой стороны, я не помню, когда вообще я фотографировал на мощности 1,256. Даже я, по сути, никогда и не снимал. Но все же теперь, как говорится, знаю, предупрежден. И знаю, как с этим работать. Плюс, учитывая, что одна вспышка, причем это две вспышки. Я подумал, возможно, это у меня с одной что-то вспышкой. И даже думал, если это дает сейчас одна лампа. И, соответственно, я эту лампу пойду поменяю. Мне дадут другую. Все будет норм. Нет, обе вспышки себя ведут абсолютно одинаково. И получается это само по себе. Их свойства. Так что, вот такие вот дела. Возвращаемся к нашей бутылке. Давайте я сниму. Сейчас я это все отсоединю. Друзья, сегодня я уже буду использовать штатив. Это штатив компании Benro. Это штатив с горизонтальной штангой. Многие фотографы даже не знают, что такое существует. Ну и вот, друзья, кто не знал, пожалуйста. Моя модель это А1980Т. Хочу сразу сказать, что такой уже, ну, новый вы не найдете. Потому что, ну, я им пользуюсь сколько? Ну, года 4, может лет 5. Новые модели такие есть. Есть, сразу скажу, такие легкие версии и потяжелее. У меня легкая версия и мне ее хватает. Потяжелее она, соответственно, ну, действительно она гораздо тяжелее и стоит дороже. Я рекомендую этот штатив всем, всем, кто снимает предметную съемку. Особенно сверху предметочку, фуд-фотографию. Ну и, соответственно, вот здесь это вот такой мешочек. Это как противовес, можно сказать, который не даст вашей камере туда клюнуть. Что у нас там дальше? Дальше у нас все то же самое. Только единственное, что я немножко поменял схему. То есть, ну, как схемы. Все то же самое, только чуть поменял с картонами. Эта вспышка, как и здесь стояла, так стоит. Верхняя тоже самое. Единственное, что, если я в прошлом, в прошлом видео ставил штатив, штатив говорю, картон с этой стороны и с этой стороны, то уже здесь немножко по-другому. Этот картон сейчас стоит, чтобы подсветить вот эту область. А этот я специально его положил, чтобы он просто отдавал оттенок сюда. И, между прочим, тоже я, когда монтировал видео, я увидел, что первый, ну, я имею в виду, когда я поставил картон, тоже пошел вот этот вот оттенок. В общем, такие вот дела. Бутылку я уже, смотрите, обратите внимание, уже закрепил немножко скотчем. Это специально я сделал для того, чтобы она уже не меняла свою позицию, потому что у меня в данном случае, ну, опять-таки, я снимаю со штативом, и я не хочу, чтобы менялась никакая позиция. То есть я кадр уже выстроил, и мне ничего не нужно здесь менять. Плюс, почему я подкрепил скотчем? Потому что, когда я буду вытирать пыль, а пыль все время падает, бутылочка никуда не сдвинется, и вот так вот гораздо проще и удобней. Вот. Что еще? Ну, тут я прикрепил скотч, где он? Не вижу, а вот. Прикрепил скотч, потому что мы сегодня будем использовать цветные фильтры. И я специально заранее его оторвал, чтобы потом его укрепить к чашкам. Итак, все это будет дело транслироваться, ну, и вот в целом я вам показал. Сейчас поставлю камеру обратно. Друзья, я понимаю, то, что я сейчас снимаю, можно обойтись роликом, ну, максимум в 2-3 минуты, потому что, по сути, здесь ничего сложного нет. Ну, по крайней мере, для меня ничего сложного нет. Но я не хочу, чтобы это выглядело так. Вот вам свет, вот я поставил, вот я нажал, вот вам результат, и всем пока. То есть, я не преследую такой формат. Я понимаю, что время – деньги, но здесь я немножко по-другому все это дело вижу, потому что, опять-таки, говорю, что я сейчас это записываю с учетом, как будто это какая-то трансляция, где я фотографирую. И, соответственно, вы видите этот процесс, вы видите, с чем я сталкиваюсь и как я это все дело решаю. Ну, и плюс, по пути я все это дело экспериментирую. Поэтому, как я в прошлый раз сказал, воды здесь относительно много, но это очень, так, можно сказать, полезная водичка, в которой можно поплавать. Поэтому, купите плавки, будем плавать. Вот. А сегодня мы с вами будем использовать вот это. Это набор цветных фильтров «Фотоиндустрия». Я его покупал, может быть, года 2-3 назад, точно не помню. Тут даже остался ценник – 5900 рублей. Не знаю, насколько сейчас это актуальная цена, но где-то полгода назад я заходил на их сайт, фильтры до сих пор продавались. Здесь 44 фильтра, 30 на 30. То есть, 44 – это, получается, 22 цвета, и каждый цвет по 2 фильтра. Мне очень нравится, во-первых, то, что каждый фильтр здесь подписан. Я имею в виду, если вы сейчас посмотрите, допустим, вот это фильтр номер, какой это номер? Это, по-моему, 126, да. Фильтр номер 126. За ним, ну, допустим, я сейчас вытащу. Вот здесь фильтр 147. То есть, вот у него цвет. Какой-нибудь вот зеленый. У него номер такой, как неудобно. У него номер 121. И это очень-очень классно, потому что, во-первых, ну, элементарно, я сейчас когда буду фотографировать, я запросто могу вам сказать, что вот я взял сейчас фильтр, допустим, номер 126. И, соответственно, когда вы будете у себя фотографировать, у вас будет тот же самый цвет. Вообще, по сути, вот эта нумерация, она есть и на других фильтрах. И, соответственно, когда вы смотрите какой-либо там мастер-класс, и если фотограф говорит, что этот фильтр номер такой-то, соответственно, вы берете у себя и так будет удобно. Плюс также они продаются, и у них тоже есть свои, то есть, номерки. Я сейчас их уберу, они мне сейчас не нужны. Кстати, вы знаете, о чем я подумал? Нужно мне сделать видос, где я фотографирую и ставлю разные комбинации по цвету. Я не знаю, есть ли уже такое или нет, но что-то сейчас так захотелось. То есть, допустим, поставлю оранжевый и синий. Соответственно, там будет такой некий фиолетовый цвет. Поставлю, ну вот, вот эту комбинацию, которую сейчас буду использовать. Либо красный с синим поставлю. Ну, в общем, я подумаю. Если вам тоже это интересно, можете написать и в комментариях. Все это дело я тоже буду мониторить, и, соответственно, в общем, я такое сделаю. Сегодня мы будем использовать фильтр номер 126 и 116. То есть, 126 это вот такой вот, я не знаю, видно, не видно, вот такой вот фиолетовый. И вот такой вот, можно сказать, как он называется, ментоловый. То есть, вот такой вот цвет. Кстати, хочу сказать. В первую же съемку, когда я фотографировал, я этот фильтр немножко пробил вспышкой. Я использовал вспышечку, юнгновый использовал, внешнюю вспышку. И, соответственно, когда я фотографировал, там получилось так, что вот сама вспышка и фильтр стоит впритык. И получается, когда я фотографирую на мощности 1.1, это самая сильная мощность в данной вспышке. Ну, я имею в виду вспышек таких у меня, вот он пробился. Я не знаю, видно, нет? То есть, ну вот, где? То есть, вот дырка, в общем, тут есть. Я думаю, болячку это вылечить смогу. Таким образом, кусочек вот здесь, скорее всего, вот маленький отрежу. И вот в эту дырку поставлю. Либо какой-то квадратный кусочек. В общем, не знаю. Надо подумать. Конечно, было очень обидно, потому что вот этот цвет, он мне очень сам по себе нравится. Но мне этот цвет не нравится. Он мне не нравится в первом видео, когда он был, как у меня, оттенок. Вот это вот обидно. Итак, давайте-ка будем сейчас все это дело снимать. Я вижу, даже у меня вспышки выключились. Друзья, я прицепил наш фильтр под номером 126 на вспышку. Уже даже видно, как там таким красивым фиолетовым оттенком все это дело отдает. Ну и давайте сделаем первый тестовый снимок. Посмотрим, что у нас из этого всего выйдет. И первый наш тестовый снимок. Так, что мы видим? Ну, понятное дело, мы видим здесь недосвет. Почему мы видим недосвет? Во-первых, вы должны четко понимать, что сейчас перед светом стоит преграда. И, соответственно, любой фильтр ест мощность. Соответственно, нужно поднять мощность. Сейчас я снимал на мощности 1.128. Давайте я сейчас поставлю мощность 1.64. И сделаю нам тестовый снимок. Да, уже чуть посветлее, но хочется еще поярче. Поставим 1.32. Ну, уже получше, уже поярче, уже смотрится прикольно. Давайте посмотрим все это дело поближе. Так, все окей. Кстати, вот видите, я в первом видео говорил про вот эти вот буквы. Они немножко выглядят как будто бы шевеленка какая-то. И это у нас такой визуальный вот обман. При этом вблизи смотрится вроде бы норм, но сдалека такое ощущение, что как будто у нас шевеленка в кадре. Здесь все нормально, но при этом, кстати, давайте глянем вот так. Через фотомеханик. Обратите внимание, вот сейчас фотомеханик показывает вот с такой вот у нас полоской. Если я сейчас открываю это все в RAW-конвертере, соответственно, этой полоски нет. Поставив камеру стандарт, полоска появилась. Но про вот эти вот камеры стандарт, а топ цветной, я уже буду говорить уже с самой ретуши, когда мы будем ретушировать этот снимок. Что я сейчас могу сказать про вот этот вот снимок? По сути, не обязательно вообще иметь цветной фильтр, чтобы снять именно это вот так. То есть мы можем взять обычный, допустим, ну я вот сейчас, к примеру, я уже думаю, нет, я в ретуши покажу. То есть мы можем это все дело обесцветить, а потом наложить через режим мягкий свет или перекрытие, наложить свет, и, соответственно, он вот так вот покрасится. Здесь не обязательно иметь для этого фильтр. Но я же говорил, что мы будем снимать с двумя фильтрами, и посмотрим, как это дело все будет у нас выглядеть. Второй фильтр я сейчас одену, получается, вот этот. Номер у него 116. Чуть-чуть задел вспышку. Сейчас я приклеил. То есть, да, думаю, вот так, и вот так. Все, я это приклеил, соответственно, все это дело сейчас мы включим. Так, как там видно? Ну, вроде видно. И давайте тоже сделаем снимок. Мощность той вспышки сейчас тоже на 1-128. Это у меня вспышка номер... Какая она у меня? Это вспышка B. Это А, это B. Так, просто сделаю один кадр, и давайте посмотрим, что у нас вышло. Ну, что ж, смотрите, очень даже симпатично. Мне вот это вот очень-очень нравится. Такой клубный такой вариант. Конечно, вот опять я вижу пыль. То есть, вот она. Ну, это я сейчас щеточкой ее встряхну. Ну, в целом, могу сказать, прикольно. То есть, мне вот так вот снимок нравится. Конечно, я могу сейчас поставить мощность посильнее. Знаете, я пыль быстренько... Вот там маленький кусочек... Маленькую пылиночку уберем. Ну, все. Мощность могу поставить чуть-чуть побольше. На вспышку B давайте поставим мощность хотя бы... Ну, хотя бы 1.64. Посмотрим просто, что выйдет. Вот нам мощность уже 1.64. Хочется глянуть это все в Camera Raw. Мне нравится. Мне вот это вот нравится. При этом, друзья, схема освещения абсолютно не меняется по сравнению с первой частью нашего видео. Здесь единственное, что я добавил просто цветные фильтры. И обратите внимание, уже смотрится как совсем-совсем по-другому. Я поменял на камеры Standard по-другому цвет стал, Adobe Standard по-другому цвет стал. Мне нравится. Мне это все дело нравится. По-моему, это даже какая-то не пыль, а какие-то мелкие царапинки. Я вот только сейчас обнаружил, что в этой бутылке очень много каких-то мелких царапин, какие-то затертости. Хотя в первый день я этого не замечал. Потому что, ну, принесли бутылку, супер. Она лежит и лежит. То есть, я ее так детально не рассматривал. Но в итоге вот сейчас вот это вот все начинает выползать. Ну что ж, друзья, мы всего лишь добавили цветные фильтры. Вы сами видите, какой выходит у нас результат. Конечно, это на вкус и цвет. В первом ролике мы снимали с абсолютно той же схемой. И при этом картинка получалась очень-очень такая строгая и очень такая прикольная. Здесь же получается такой клубный вариант. И мне он тоже очень-очень нравится. При этом я не хочу на этом останавливаться. И думаю добавить туда немного воды. Как я это вижу? Изначально я хотел бы налить какую-то такую лужицу. И чтобы свет в ней как-то отражался. Но при этом есть небольшое препятствие. Это препятствие заключается в том, что пол не абсолютно ровный. И получается, если я сейчас налью, куда-то будет утекать. Вот это вот первое препятствие. Второе. Я думаю, что сделать? Это уже не препятствие, а выход. Взять кисточку. И вот это аккуратно так вот растереть. То есть, сделать такой эффект, как будто это мокрая тряпка. Но в любом случае, я попробую и так, и так. И, соответственно, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, я не обещаю очень-очень такой классный результат. Потому что я уже сейчас предвижу, что мне нужна будет третья вспышка. Которую можно будет поставить сверху. И чтобы она отражалась в этой воде. Но пока что, еще раз говорю, у меня такие мысли. Не знаю, что получится. В общем, буду экспериментировать. Видео будет показываться с какими-то паузами. Потому что, ну, смысл смотреть, как я сейчас буду там минут 15-20 корячиться, эту воду лить. В общем, будет все это дело обрываться. И, соответственно, вы будете уже видеть какие-то итоги. Камеру буду снимать и показывать, что я там намутил. Так что, вот такие вот дела. Пойду. Пойду поливать. Фокус сразу поймаю туда. Вот примерно. Да, все, фокус есть. Запись идет. Как бы это сделать? Как бы это налить? Пойду отсюда. И опять-таки, видите, я сталкиваюсь с проблемой того, что мне очень здесь тесно и некомфортно фотографировать. Ну и плюс, если был бы еще ассистент, было бы проще. Но это все дело и не страшно. И, соответственно, сейчас мы будем выкручиваться. Так, ну что ж, поехали. Давайте нальем водички. Посмотрим, куда она сейчас польется. Плюс еще, чтобы не оставить здесь отпечатков. О, уже что-то такое интересное выходит. У, по-моему, перелил. Ну, осталось сделать только тестовый снимок, хотя бы, чтобы посмотреть, что у нас там получается. Получается вот такая вот у нас картинка. Ну, что я думаю, мне не хватает свет, точнее, воды вот здесь. То есть, мне ее тут не хватает. И мне не хватает вот здесь света. То есть, вот то, о чем я говорил, то, что не будет хватать. Ну, в принципе, воду можно долить. Ну, давайте уже, раз пошла такая пьянка, давайте заливать воду. Сделаем снимок. Сейчас. Да, вот здесь вот очень-очень темно, вот в этой области. Хочется, чтобы там был свет. Какой есть сейчас выход? Выход заключается в том, чтобы поднять вот эту вспышку, то есть, нашу основную, и попробовать... Точнее, даже не поднять, а опустить. Либо... Ну-ка, дайте-ка я отсюда посмотрю. Либо, есть такой вариант, чтобы потом... Вот, смотрите. Вот, мне вот это нравится. Но, здесь, скорее всего, придется... Либо мне нужно будет сейчас поставить сюда Beauty Dish. Он гораздо шире. Но я не смогу на данный момент его поставить, к сожалению. Либо, второй вариант, это сейчас поработать с этим светом. Я имею в виду, перемещать его с каждым кадром, а потом уже склеивать уже его в самом редакторе. Я вижу, там капли две попали. Вот, чувство перфекционизма меня вынуждает пойти. Это лучше сейчас вытереть, чем потом. Но очень переживаю, чтобы не остались какие-нибудь разводы. А еще тут, я вижу, ползает какая-то зараза-мошка. Все. Капли я эти убрал. Ну, давайте попробуем. Только, знаете, что я думаю? Вот, вода так утекла, зараза, она мне немножко мешает. Я имею в виду, вот в этой области хочется побольше воздуха. Я имею в виду, пространства хочется там больше. Ну, ладно. Давайте сейчас просто тестово я посмотрю, как это будет выглядеть все. Так. Получается, вот. Сюда отведу, вот. Куда еще можно повезти это все дело? Вот, кстати, интересно получается. Ну-ка. Угу. Вот симпатично. И поведем это дело куда? Как-нибудь вот так. Угу. Единственное, что говорю, здесь я, мне не нравится, что вот сюда вода затекла. Убрать ее не могу. Если я сейчас буду растирать, то получится то, что она, то, что она уже, то есть, друзья, я немножко зависаю, я думаю, не получится это все дело сейчас вытереть в плане того, что это все потом превратится в одну кашу. А камеру двигать не хочу, я имею ввиду, уже композиционно я это поймал и двигать не хочу. Ну, окей. Надо. Хорошо, давайте я немножко все-таки чуть-чуть камеру вот так, вот так вот сместил маленько, вот так хотя бы. Давайте посмотрю, что выйдет. Хотя бы чуть-чуть, если что, я смогу потом это дело нарастить, но окей. Сейчас работаю только на этот блик, на это отражение в воде, немножко сюда. Чуть-чуть, вот так, вот так, и сейчас я вот так спрячу, вот так, и вот так. Ну и получается, выходит вот такой вот какой-то интересный рисунок. Конечно, вот здесь, вот здесь, вот я про вот это говорю, мне это не нравится в первую очередь тем, что оно так вот торчит, а это место, где соприкасается бутылка, и она вот так вот оставляет такой вот темный участок, но смотрится очень даже нечего все это дело, естественно, придется все это потом склеить. Нормально, супер, мне это нравится. Что можно еще поэкспериментировать? Можно поэкспериментировать уже, конечно, я же говорю, вот была бы еще третья вспышка, я бы сверху еще чуть-чуть наложил бы, но нету третьей вспышки. Если сейчас поднимать вторую, то нет, это не пойдет. Хотя, в принципе, почему бы и не попробовать? Давайте попробуем. Я сейчас подниму это и попробую каким-нибудь таким образом. Сейчас, 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 вот так вот. Во, да. Ну-ка, что там выйдет? Вот, вот, мне это нравится. Вот, вот это мне действительно нравится. Я сейчас говорю про то, как выглядит там вода. Но мне не нравится темнота и край этой бутылки. В общем, придется, еще раз говорю, вот выкручиваясь, придется уже снимать это. В принципе, смотрите, а что если я сделаю? Вот, вот так. В итоге, все равно, я понимаю, что я сейчас снимаю, чтобы потом это все дело склеивать. Ну-ка, вот так попробую, где кнопка. Вот она. Нет, до этого какой-то был интересный вариант. Прикольно получается, да. Единственное что, я же говорю, надо будет потом это все склеить. По-другому, уж увы, пока мысль не приходит. Нет, не получилось. Не получилось, ну-ка, вот так попробуем. Нет, ой-ой-ой, случайно мы задели. Ну-ка, я поставлю с этой стороны. Попробуй с этой немножко. Во! Вот поэтому, как раз-таки, я и говорил, что в первом видео, что в этом про штатив. Потому что штатив, это очень нужная штука. И она будет вас выручать. Вот здесь не хватает немножко. Сейчас мы его туда. Это неудобно. Такое ощущение, что у меня кадр не двинулся. Ой, пыхнуло туда. Ну, посмотрим уже в самой постобработке, что у меня из этого всего получится. Но думаю, опять-таки, ничего не обещаю. Но думаю, какой-то вариант интересный будет. Если сейчас была бы у меня еще одна вспышка, то, соответственно, я бы отдельно направлял бы... Так, звук пишется. Я бы это все дело отдельно направлял бы и снял бы это все одним кадром. Вот такие вот эксперименты. Что можно еще попробовать, я думаю, можно будет сейчас немножко подсушить, я имею в виду убрать воду и кисточкой растереть. А вообще, у меня пришла такая идея, но я не знаю, насколько сейчас это будет выполнимо. Я не уверен, я думаю, может быть, я чуть попозже это попробую. Но я думаю сварить кисель. Да, сейчас скажете, зачем тебе кисель. И потом это дело кисточкой размазать, как китайские такие иероглифы. И это будет прикольно. То есть не китайские иероглифы, то есть не китайские буквы рисовать. А просто вот эти вот мазки в таком стиле сделать и это дело подсветить. Я думаю, будет прикольно это смотреться. Единственное, что сейчас у меня кисель на данный момент нет. И поэтому просто попробую воду. Но хотя бы поэкспериментирую, посмотрим, что из этого выйдет. Воду сейчас буду сушить. Очень-очень простым способом. Великая тряпка. Помощь всему. Фокус опять туда поймаю. Вот, фокус там. Кстати, вот сейчас тоже смотрится очень интересно. А вы знаете, что я? Не сделал. Хотя, в принципе, это мне сейчас и не нужно. Надо было мне с собой тазик взять. А я что-то про него и совсем забыл. И вот здесь я сейчас аккуратно. Ну, давайте поглядим, что у нас выйдет. Хотя бы так. Смотрится интересно. Как-то необычно. Ну-ка, давайте я сейчас маленько это вот так вот сделаю. Вот, я про это имел в виду. Про вот эти кисточки. Ну, мазочки. Взять и кисточкой этот мазочек прорисовать. Но при этом линии как-нибудь, не знаю, вот так. Опять-таки, друзья, я сейчас абсолютно это делаю впервые. Я сейчас это просто экспериментирую. Мне интересно посмотреть, что из этого всего выйдет. А еще знаете, что я сейчас вспомнил? Воду, которую первым мы снимали, я забыл поснимать отдельно, ух, поснимать отдельно воду. Чтобы она у меня была в фокусе. Вот, что я забыл. Знаете, на что похоже? Как будто стол вытерли мокрой тряпкой. Настолько мокрой, что за него как-то неохотно садиться. Не знаю, насколько это смотрится прикольно. Но что-то, кстати, композиционно у меня. Немножко поправить надо. Я думаю, все-таки, лучше попробовать все это дело. Сварить кисель и вот так вот размазать. Чтобы было ощущение, как будто это какие-то мазки кисточкой, а не как будто просто мокрой тряпкой полили. Поэтому, поэтому, да, лучше попробовать по-другому. Но я думаю, вам первый пример с водой был понятен. И можно очень-очень много чего интересного сделать. У меня даже сейчас в голове проскакивает очень много картинок того, как можно, какие формы воды можно сделать, какие узоры. И там же поставить любой предмет. Это не обязательно должна быть бутылка. Имейте в виду, то, что мы сейчас снимаем бутылку, вы можете поставить другой какой-то объект. То есть, ради бога, вон, духи поставьте. Да что угодно, в общем, можно поставить и просто экспериментировать. В общем, давайте немножко подведем итог. Потенциал у этой картинки есть. Я его вижу, но сейчас это все выглядит немножко сырым. И я возьму это просто как себе, как скетч на будущие свои съемки. И, соответственно, буду потом нормально экспериментировать. У меня сейчас включился... Ой, куда я залез? У меня сейчас включился Night Shift. Я его отрублю. Я даже сейчас заметил, думаю, что-то у меня оттенки на мониторе стали гораздо теплее. Так что вот такие вот у нас пироги. Друзья, в следующем нашем видео я буду использовать уголь. Я специально купил древесный уголь для мангалов, грилей, премиум класс. Смотрится очень классно. И я уверен, он будет классно сочетаться с нашей матовой черной бутылкой. По схеме освещения все будет то же самое. Я единственное, что буду снимать как и с фильтрами, так и без. Это получится две картинки. И при этом... Ну, у меня в голове уже есть, что получится. Я думаю, выйдет все это дело круто. Но сегодня я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться. Еще это все дело надо монтировать. Иначе так все это будет дело до утра. Угли буду снимать завтра. Либо после завтра, не знаю. Посмотрим, как все это дело сложится. Конечно, на самом деле, очень классно, что есть теперь чем заняться в самоизоляции. Потому что, на самом деле, очень скучно. И теперь есть какое-то занятие. И это очень здорово. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Никогда не думал, что я так скажу. Но прикольно. Заходите на наш сайт фотошколы. Подписывайтесь на мой инстаграм. Кстати, у меня есть аккаунт в Behance. Контакт. Фейсбук. Кидайте дружбу. Буду рад. Задавайте вопросы в YouTube. Под роликами. Буду отвечать. Также все это дело я еще буду ретушировать. Тоже выпущу. И получается уже два видео у нас есть. И плюс то, как я снимаю два видео. И два видео, как нужно все дела отретушировать. Ну что ж. Все. До следующего видосика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok